Это кадры стройки около резиденции Владимира Путина в Новоогореве. Авторы расследования МБХ Медиа оценивают стоимость строительства в более чем 20 миллиардов рублей. Это приблизительно 270 миллионов долларов. Возводят близ президентской резиденции гостиницу, больницу и спорткомплекс. Это одно из последних больших расследований журналистов команды. Никаких документов, которые официально объясняют масштабное строительство на территории 10 гектаров, нет. Съемку этой стройки с высоты около 6-ти метровых заборов провел журналист проекта Антон Баев. По нашим подсчетам, все это вместе с забором стоит десятки миллиардов рублей. Точнее, не скажешь, потому что нет ни одного публичного документа, связанного с этой стройкой. Открытые медиа всегда с интересом наблюдали за близкими к президенту людьми. Вот текст про историческую виллу в Беорице, которая принадлежит предполагаемому новому мужу Людмилы Путиной Артуру Очеретному и ее подруге Дюльбер Рогачевой. В 2019 году автор открытых медиа выпустил расследование о стоимости недвижимости, которая принадлежит семье Алины Кабаевой. Илья Рождественский тогда выяснил, что на бывшую олимпийскую чемпионку медиа-менеджера и ее родных оформлено шесть квартир, два дома и земля, оценочной стоимостью 1 миллиард 250 миллионов рублей. Это более 17 миллионов долларов. Квартиры в Петербурге и Москве были оформлены на бабушку и сестру Кабаевой. Пользование семьи они перешли от Геннадия Тимченко, Петра Колбина и Григория Баевского. Всех их, по информации журналистов, в разное время связывали близкие отношения с Владимиром Путиным. В 2014 году она покинула Государственную Думу и возглавила Совет директоров национальной медиагруппы. Но национальная медиагруппа не публикует годовую отчетность, которая позволила бы сказать, сколько именно получает Алина Кабаева. Почему Кабаева, не имевшая опыта менеджерской работы, возглавила НМГ, остается загадкой. Еще один объект исследования авторов открытых медиа – русская православная церковь и менеджеры, которые стоят во главе самой крупной религиозной организации России. В 2020 году журналисты рассказали историю игумени Феофании, одной из самых авторитетных женщин в РПЦ, связанной с неинвижимостью, бизнесом и дорогими авто. Тогда же журналисты обнаружили недвижимость управляющего храмом Христа Спасителя Сергея Семененко оценочной стоимостью около 50 миллионов рублей, это почти 700 тысяч долларов, при ежемесячной зарплате менеджера в 100 тысяч рублей, а это чуть меньше полутора тысяч долларов. Цикл материалов о бизнесе членов семьи приближенных к Рамзану Кадырову, главе Чеченской республики, другая весомая область интересов авторов издания открытой медиа. В 2020 году журналисты обнаружили незадекларированную семейную квартиру Кадыровых, которая принадлежит матери Рамзана Аймане Кадыровой, рыночной стоимостью 50 миллионов рублей, это почти 700 тысяч долларов. В 2019 году вышло расследование про знаменитый фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова и рост активов организации за год на полтора миллиарда рублей. Фонд известен, среди прочего, дорогими подарками звездам спорта и шоу-бизнеса. Жерару Депардье подарили квартиру в Грозном, продюсеру Яне Рудковской «Порш Каен», бойцу Александру Емельяненко «Мерседес». В 2019 году вышел текст о чеченском магазине интимных товаров и белья «Леди А», который авторы связывали со старшей дочерью Рамзана Айшат. Тогда журналисты выяснили, что кассовые чеки товаров бутика недействительны, а контрольно-кассовая техника не поставлена на учет. В открытых медиа работали профессиональные журналисты, выходцы из авторитетных российских редакций, газет «Ведомости», «Коммерсант», медиахолдинга РБК и телеканала «Дождь». В заявлении журналистов о прекращении работы с 5 августа говорится следующее. К сожалению, власти не нужны медиапроекты с критическим взглядом на происходящее в стране. Чем больше критики, тем короче жизнь проекта. Но мы хотя бы попытались. Евгения Котляр. Настоящее время.